Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хотел рассказать про наше изделие с нашей 3D-фабрикой так называемой. Вот оно у меня практически в руках. Оно очень тяжело помещается в камеру, но тем не менее я сейчас вам про нее обязательно все расскажу. Для чего, для кого, как это поставить? Мы показывали в одном из наших видео. Видеоинструкцию сделали правильно, закрепим ее вот здесь вот с правой стороны, потому что у меня рука занята. Ну хорошо, вот так вот как-нибудь мы это поставим и закрепим. Сейчас я покажу, где это применяется и для чего вообще действительно это все нужно. Кто-то скажет, ну блин, это туфта. Ну, по мне, человек, которому любят определенную все-таки эстетику в лодках и организацию, самое главное, рецесса, это очень здорово. Смотрите, что у нас идет в базе. Есть у нас китайский мотор, например, там Yammer, либо даже японская Yamaha, к примеру. У нас получается, что подводка вот такая вот неудачная, неудобная идет с завода на лодках Волжанг. Лодка классная, мотор неплохой, но в целом как бы можно делать лучше. Здесь идет топливный шланг, который торчит вот из-за этой вот защиты, которая, соответственно, подключена, и через которую проходят тросы у нас. Тросы газ-реверс, электрика какая-то, то есть все это заходит у нас, красиво получается, подходит к мотору. А здесь получается у нас реальная порнография. Это вот я по-другому просто не могу назвать. Просто порно. Как мы этот вопрос решили? Давайте покажу. Запомнили порно? Прекрасно. Погнали дальше. Мы примерно хотим получить вот такую красивую картину. То есть все те тросы и вся та электрика, которая у нас была, она у нас выходит и идет по шлангу, и мы хотим получить вот такой примерно хомут. Классно, удобно, очень здорово. Что мы сделали? Мы на нашем 3D-принтере делаем вот такой фланец, к примеру. Там, где нет в виде отрубка, вот такого вот, как на волжанке, сюда надевается как раз защитный гофр диаметром 60 мм, и сюда заходят наши тросы, мы можем использовать вот такой фланец. Соответственно, вырезаем отверстие, как вот здесь, например, и заводим гофру. Гофру мы используем качественную, очень качественную. Она у нас спиральная, то есть она по факту у нас накручивается вот на этот вот фланец. Здесь можно посмотреть, здесь идет даже резьба. Для чего это сделано? Для того, чтобы можно было не разбирать, например, всю эту конструкцию, просто вкрутили одно в другое, поставили фланец и подключили к лодочному мотору. Для того, чтобы убрать ту порнографию, мы используем вот такой вот адаптер. Очень классный. Монтируется он довольно-таки быстро. Вот, сделано в нашей компании. И тоже этот адаптер имеет резьбу внутри у себя, для того, чтобы можно было этот шланг гофрированный закрутить в этот адаптер и в этот адаптер. На выходе вы получите вот такую красоту. Сейчас еще обязательно вставлю картиночку, как это сделано на японском моторе, либо на китайском моторе, которым мы изготавливаем. Ну, а теперь сравните. Вот так или вот так должно быть? Мне кажется, второй вариант все-таки лучше. Ну, а для тех, у кого есть волжанка 46-я, либо 50-я, используется другой шланг. Вот такой неспиральный. Он неспиральный, этот шланг, ребят. И здесь есть тоже выход. У нас есть вот такие же абсолютно адаптеры, которые для неспиральных шлангов. А это означает, что вы можете на любую практически лодку к двигателям Ямаха мощностью 50-70 лошадиных сил современных годов, к двигателям китайским в виде Ямер, Хайди, Сианова, Гладиатора, что-то там еще, Марлин, по-моему, да, вы можете вот эти штуки подключить. И у вас в лодке будет очень красиво. Ссылку на товар мы поставим под этим видео. И хочу сказать, что сделано это из морозостойкого, ударопрочного и стойкого к ультрафиолетового пластика. По-моему, это вообще круто. За такие смешные деньги это идеальное, реально, предложение. Просто очень выгодно. Ну, а если у вас есть промокод совершенно случайно, то вы получите этот товар со скидкой. Не вставая с дивана. Все, парни, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok